За парковкой машин больше, чем на ней. Периметры двух вокзальных площадей в нарушении правил стали усиленно заполнять автомобилями с ноября 2017 года, когда здесь появилась полотная автостоянка. Потому что очень дорого, я здесь работаю и оставлять машину на весь день для моей зарплаты очень накладно. Это менталитет. Вы либо наказываете сразу, либо я успел за 10 минут забрал человека и уехал. Время – деньги. Месячный абонемент – почти 3000 рублей. Более доступные варианты – сутки. 150 рублей – 1 час 50. Барнольцы же предпочитают меньшую цифру – 20. Именно столько минут находиться на парковке можно бесплатно. Этим пользуются и автомобилисты, и водители маршрутных автобусов, чья посадка происходит тоже на платной парковке. Последние признаются, что вынуждены хитрить. Прежде чем заехать на стоянку, выжидают, пока соберется побольше человек. Людям очень неудобно. Мы вот там стоим, отстаиваемся. Люди вот здесь стоят, мерзнут. Пассажиры не только мерзнут, но еще и ищут свой транспорт. Там вообще-то останавливался он. Вон в том углу. А сейчас что-то нет. Не знаю теперь где. Мне на Алтайку уехать, и я не знаю, где это вообще. Хотя бы какие-то разметки сделали. Только на создание парковки, асфальтирование, благоустройство владельцы вложили 6 миллионов рублей. Теперь платят за содержание. Говорят, несут убытки. По 1200 и за день машин проходит. Насколько вы за день получали плату со всех машин? Ну, где-то по 40 примерно машин. Автовладельцы не готовы платить за место. Впрочем, как подчеркивает один из совладельцев Алексей Богданов, делать автостоянку коммерческой изначально никто и не планировал. У разработчиков была другая задача – навести на территорию порядок и улучшить внешний облик площади. Мы не собираемся купать, и целей такой никто не ставит. Ну, что здесь было до того, как нам передали эту территорию, это была головная боль. То фонтан, то клумба, то еще что-то не знает чего. Все затутно, все загажено было. Но сейчас, я думаю, намного стало лучше, удобнее. Поднимать тарифы на стоянку не планируют. Несмотря на недовольство и пассажиров, и водителей, закрывать парковку владельцы тоже не хотят. А недовольные, которых большинство, стараются просто не пользоваться платной парковкой. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.